Сегодня на передовой в борьбе с коронавирусом более 46 тысяч медицинских работников Казахстана. Также задействованы врачи-интерны, старшекурсники медицинских вузов, которые работают на уровне инфекционных и провизорных стационаров и помогают в поликлиниках участковым врачам. Эти и другие факты были приведены на очередном брифинге в СЦК. Обещанный мониторинг предельно допустимых цен и перекупки препаратов дает результаты, считает глава Минздрава. Факты продажи в аптеках из-под прилавка без фискального чека – лишь малая часть. По словам министра здравоохранения, ингаверин, суммамед, дексаметазин, предназначенные для лечения ОРВИ и тяжелых больниц COVID-19 в стационарах, продавались колес. Факты незаконной продажи лекарств выявлены в 11 из 17 регионов. Всего за 6 июля в полицию доставлено 46 человек, у которых было изъято 20 884 упаковки лекарственных средств, в том числе глюкозы и ферсенол по 2600 упаковок, ацетилсалициловая кислота – 2200 упаковок, парцетамол – 654 упаковки, цевториакцион – 1800 ампул и так далее. То есть практически защитные маски и все остальное у нас выявляется в регионах, и мы видим спекулятивные продажи, и это же создает ажиотаж на рынке. Активную помощь помимо полиции и других структур оказывают и пользователи социальных сетей, недовольные алчностью перекупщиков, отметил глава Минздрава. Алексей Цой также сообщил, что в министерстве введен новый формат онлайн-обходов. Совершается видеозвонок одному из сотрудников медорганизации, и он идет по коридорам, палатам, складам. Накануне метод уже опробовали в трех больницах АТРАУ, отметил министр. Столичные специалисты увидели палаты, поговорили с пациентами и персоналом, узнали, как лечат и какие проблемы имеются. Мы видим реальную ситуацию на местах, проблемные вопросы, никто ничего не умалчивает. Конечно, бывает, что коллеги пытаются показать картину в хорошем свете, но задав конкретные вопросы, сопоставив данные, увидев реальную ситуацию, непосредственно сделав этот видеообзор реанимации, либо попав на склады лекарств, сразу видно реально объективную картину. И так мы это будем продолжать в регионах постоянно. По словам вице-министра здравоохранения Ажар Генеят, официальных обращений к международным организациям не было, но врачи соседних государств охотно помогают Казахстану в противодействии к COVID-19. К примеру, прибыли коллеги из России. Также будут затронуты вопросы сотрудничества с частными клиниками. Именно с теми клиниками, у которых имеется база, больничные койки, реанимационные отделения, они охотно поддержали и сегодня будут заключать договора с фондом для оказания борьбы с коронавирусом. Как сообщила Алисия Яйцой, в целях предупреждения возникновения распространения коронавирусной инфекции ведомству было выделено 114 млрд 826 млн тенге, из них 40 млрд 58 млн из резерва правительства. Субтитры создавал DimaTorzok